Всем привет! Меня зовут Илья, и это видео о моей второй попытке сделать ракетоплан. В прошлый раз в качестве базы ракетоплана я использовал обычный метательный самолет, который сам по себе далек в общем-то от идеала, а уж нагруженный пусть и облегченным, но все-таки ракетным движком он катастрофически далек от стабильности. Собственно, что и привело к разбитому вдребезги планеру. Что ж, мне в комментариях писали, что двигатель слишком мощный для такого планера, что он деформировался при старте. Ну, может оно и так. Что ж, все приходится делать руками, готовые решения в экспериментальных областях редко бывают. Так что в этом видео я буду делать новый ракетоплан. Да, мне выписали поместить двигатель в нос ракетоплана, что куда лучше его стабилизируют. Но тут есть проблема с отводом горячих газов. Температура горения топлива порядка 1500 градусов, и соответственно выхлопные газы хоть и холоднее, но ненамного. Другими словами, трубку-фюзеляж из пластика расплавят, а бумага сгорит. Реечный планер сломает и подожжет. Даже пробовать не буду без композиты это выполнять, уж извините. Но все-таки, чтобы не упираться в ожидания, когда придет стеклоткань, у меня есть идея попробовать еще одну компоновку. А именно сделать такой планер, в котором двигатель в общем и будет приблизительно равен длине фюзеляжа. И этот вариант летающее крыло. Плюс этого решения в том, что форма прекрасно подходит для планирования, ну а размеры и вес конструкции по идее должны скомпенсировать избыточную мощность двигателя. Итак, поехали. Как я говорил, из меня авиамоделист никакой. Поэтому иду в интернет за готовой моделью. Ссылку на чертежи оставлю в описании. В качестве материала для крыльев модели я буду использовать потолочную пенопластовую плитку. Она есть почти в любом строительном. Удивительно недорогая и пачки хватит на 3-4 таких ракетоплана. Плюс она легкая, сравнительно прочная и гибкая. Что ж, размечаем все размеры на плитке и режем ее на заготовке ножом. Затем приклеиваем жидкими гвоздями. Ну или клеим для потолочки к консолям полочку и лонжерон. Именно благодаря нему у крыла будет правильная форма. Затем вырезаем из фанеры, например, соединительную рейку. Она будет соединять два крыла воедино. Так что рейка должна быть правильной и по высоте, и по прочности. Тут правда есть нюанс, что либо в единую цельную рейку будет упираться двигатель, либо две части рейки придется клеить очень прочно к фюзеляжу, соблюдая строго соосность и перпендикулярность. Но сейчас это не сильно важно, решим потом. Потому что в конце концов рейка намертво не крепится в крыле, а лишь фиксируется его ребрами. Собственно приклеиваем и их. Возможно в двойном варианте, чтобы было прочнее. Далее подрезаем переднюю кромку крыла под углом 45 градусов. Ну, либо плюс-минус. Тут нужен острый нож и не нужно спешить, иначе есть риск, что пенопласт может раскрошиться. Ну, так или иначе, шкурим, чтобы было максимально все ровно. И, наконец, приклеиваем вторую, верхнюю половинку консоли крыла. Жестко прижимаем, а еще лучше фиксируем скотчем. Здесь можно сразу пойти клеить заднюю часть, но все-таки лучше подождать, пока клей прочно схватится. Пока передняя кромка консоли приклеивается, вырежем стабилизаторы, которые будут крепиться по краям крыла. Пока я резал стабилизаторы, передняя кромка приклеилась, и пришло время клеить заднюю кромку. Густо намазываем жидкими гвоздями кромку и прижимаем верхнюю панель к нижней. Так сильно, как возможно. В идеале должна получиться тонкая и острая задняя кромка. Для того, чтобы все приклеилось и была максимально правильная геометрия, и крыло не повело при высыхании клея, прижимаем чем-то тяжелым. Через деревяшку, конечно. И я использую кирпичи и еще пару банок с краской для веса. Но, например, можно поставить какую-нибудь чугунину или, ну, на худой конец баклажки с водой. Да, важный нюанс. Нижняя часть крыла должна остаться плоской. Груз будет выгибать крыло вверх, поэтому переднюю кромку лучше тоже закрепить. Так как передняя кромка достаточно толстая и закругленная, и ломать геометрию не хочется совсем, проще всего ее приклеить к столу липкой лентой. Ну, или через какой-нибудь демпфер, например, брусок древесины, а лучше из авиационного пенопласта, а прижать струбцинами ее к столу. Оставляем сохнуть на ночь, а лучше на 24 часа. Когда клей полностью высохнет, снимаем груз и проверяем, что получилось. Ну, близко к идеалу. Окей, зачем так морочиться? Ну, все дело в том, что ракетоплан должен все-таки немножко планировать, лететь, а не просто упасть после окончания тяги. Собственно, нужно создать такой профиль крыла, который будет создавать подъемную силу. И форму крыла подсказала нам природа. Все достаточно просто. Идея заключается вот в чем. В том, что набегающий поток воздуха проходит сверху и снизу крыла. Снизу ему ничего не мешает, соответственно, давление здесь, ну, условно, так сказать, высокое, потому что, собственно, нужно пройти воздуху за какой-то интервал времени, и он это делает достаточно, ну, в спокойном режиме. Для того, чтобы за то же самое время обойти верхнюю кромку крыла, которая изгибается, соответственно, потоку нужно пройти большее расстояние, соответственно, поток должен иметь большую скорость. Поэтому сверху создается область низкого давления. Ну, и из-за того, что внизу у нас высокое давление, сверху низкое давление, самолет выталкивает вверх набегающим потоком воздуха. В общем-то, и весь секрет. По желанию приклеиваем скотчем элерона. Элероны, или рули высоты, нужны для того, чтобы управлять самолетом. Так как это не радиоуправляемая модель, этим мы можем пренебречь. Но раз я уж их вырезал, то пусть они будут, они тоже дают дополнительную поверхность крыла. В итоге крыло готово. Осталось его обтянуть пленкой. Не могу сказать, что это обязательно, потому что пленка добавит вес лишний, но с другой стороны сделает планер более прочным. Так как вес для меня, я надеюсь, не сильно важен, то лучше обтягиваем. Лучше брать пленку шириной пошире, но в принципе и цветной скотч тоже сойдет. И, наконец, приклеиваем стабилизатора на крыло. Наконец, сделаем фюзеляж. В оригинале автор чертежа использует достаточно массивный фюзеляж из пенопласта, но такая большая ширина мне ни к чему, никакого мотора и электроники внутри не будет. Да и, собственно, можно было попросту склеить две консоли и получить чистое летающее крыло. Но мне же нужно еще двигатель куда-то поставить, поэтому берем бумажную трубу диаметром в 40 мм и к ней прикрепляем рейки. Длина фюзеляжа спокойно может быть равной ширине крыла, но я все-таки сделаю его немного длиннее, чтобы дополнительно иметь возможность сместить центр тяжести ближе к носу, добавив балласт. Чтобы куда-то упереть двигатель, внутрь вклеиваем пару стопоров из авиационного пенопласта. Собственно, стопор должен располагаться примерно в районе передней кромки крыла. Затем вытачиваем головной обтекатель для ракета-плана. Опять идем на затокарный станок и просто вытачиваем параболический обтекатель. Считаем, что примерно на 2 см он будет углубляться в фюзеляж и иметь длину в пару диаметров, то есть сантиметров 8. Ставим обтекатель на место и вставляем в соединительную рейку крылья. Ах да, также не забываем про крепление для пусковой. Пусть в роли зацепов будут саморезы для тонких пластин. Ну а они легкие и шляпка у них широкая, вкручиваем 2. Идем пробовать, что получилось. Для начала побросаем планер с руки. Ну, давайте с разбегом. О, если добавить чуть скорости, то славно летает. И даже после столкновения ничего не развалилось. Супер. Да, я забыл сказать, что я все же добавил еще и хвост дополнительно, потому что побросав ракета-план в первые разы, все-таки немного не хватало стабилизации. Так что да, небольшой из двух кусков пенопласта еще делаем хвост. Все, идем на мой любимый аэродром пробовать, что в итоге получилось. Запуск номер один. Маленький движок, половинная длина и тяга полтора килограмма. Опять бракованный двигатель. Ведь из той старой партии, что и в первом ракета-плане. Зачем только я его взял? Да, уровень успешности, конечно, Ваня. Только не Иван Царевич, а Иван Дурак. Ну, короче, пожег я свои крокодилы. Дальше запускать не на чем, немножко подгорел сам планер. Ну, это ладно, это ерунда, это не страшно. Подклейте изоленты, все будет как новое. Вот, ну, движков больше нет, запалов нет. Соответственно, приезжаю домой, переделываю и по новой. Короче, ждите. Запуск номер два. Основной движок. Полная длина, тяга четыре с половиной килограмма. Да. А не. 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 Ну, вот и все. Эксперимент снова завершился неудачей. По сути, с таким же результатом, что и в прошлый раз. И визуально схожий и ракетоплан, хоть и не безвозвратно, но поломан. Сломана соединительная рейка. В текущем виде восстанавливать ракетоплана я не собираюсь. Хотя, может, и когда-нибудь его переделаю в радиоуправляемое летающее крыло. Кто знает. Но это уже будет когда-нибудь в светлом будущем. А в текущем настоящем это все. С вами был Илья и ставьте лайки за старания, так сказать, и я буду рад комментариям. Да-да, двигатель вперед, композитные материалы, но зима близко. Поэтому сложно сказать, когда будет новая попытка, но обязательно будет. В общем, пока-пока. Зима близко. Снег выпадает глубиной в 30 метров. Ледяной ветер дует с севера. Солнце прячется на долгие годы, а дети рождаются и умирают во тьме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова